Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии, и мы рады вас снова приветствовать на моём канале, где я ежедневно делюсь швейцарскими своими буднями, а также новостями из Швейцарии. И сегодня у нас будет очень интересный сюжет для любителей римских времён. Мы идём на очень классный фестиваль, который будет показывать нам бои гладиаторов, а также разные культурные ценности тех времён. Конечно же, сегодня мы планировали другое мероприятие – пойти в горы на фестиваль сельский. Но в горах пошёл дождь проливной, и нам пришлось поменять планы. И слава богу, в Швейцарии каждый день происходит море разных событий, только успевай выбирать. И приехали мы сейчас для этого в Базель. Кому интересна эта тема, поехали вместе с нами. Ну, а кому неинтересна, тот найдёт интересующий для себя сюжет в многочисленных плейлистах на моём канале. Кстати, не забываем поставить лайк и перейти к просмотру. Всегда всё прекрасно организовано. Парковка в огромном парковочном центре и шаттлбасс бесплатный до места проведения Рёмерфест. На два дня заблокировали улицы, ведущие к месту проведения мероприятий. Всё уже огорожено. Везде стоят люди, которые показывают вам дорогу. Это и есть фрайвеллиги. Короче, люди, которые бесплатно работают на выходных. Одевают форму специальную. Кто-то паркует машины, кто-то делится информацией, как доехать. Это будет в отдельном моём сюжете. Я поделюсь с вами, что в Швейцарии шесть людей из десяти, помимо своей основной работы, идут ещё на волонтёрскую работу, которая абсолютно никак не оплачивается. Об этом я сделаю отдельный сюжет, потому что я не знаю, есть ли такое в наших странах. Мне показалась эта информация интересной. Вот парковка для велосипедов. А мы идём дальше. Три цены покажу я вам. Этот фестиваль два дня длится. В субботу-воскресенье. На два дня стоит 30 франков, на один день 18. Вот. Семейная карта на один день 55 франков. Это папа, мама, двое детей. Вот карта. Этого фестиваля, кстати, он юбилейный. Ему 25 лет в этом году избавляется. Посмотрите, как древние римляне. Кстати, очень много опять немцев. А, и здесь, посмотрите, продаётся по старинным рецепткам. Римский хлеб 5,60, такой вот маленький. Цоп из Динкельмель, из Муки Полбы. Ореховый хлеб, оливковый хлеб, булочки. А это булочки с инжиром. Вот такие брецели. Здесь разные печенюшки, сладости. А что это? Тоже какое-то сладкое рулетик. А это типа нашего овсяного печенья. 2,50, одна штучка, такая большая. Ореховый тортик, по кусочкам, либо целым. И разные конфитюры, 5,50 за баночку. И так женщины красиво оделись. Виночки лавровые у них на голове. Так, здесь опять фруктовое вино. Тут археологические раскопки в Швейцарии. Что нашли, какие монетки. Как они монетки сейчас будут делать. А что тут женщины делают? Игры разные. Здесь разные, как сказать, зернышки, которые выращивались при римских временах. А здесь в мешочках разные запахи. Кориандр, тимьян, лаванда. И мы должны были понюхать и определить. Чихо! До сих пор чихаю. Там был перец. Такие трусики кожаные были на завязочках. И нитки. И вот такая вот одежда у римских людей. И в этом месте Аугуста Аурариком была прямо кусочек Римской империи. И есть очень много построек еще тех времен. Тут разные тоже сувенирчики и футболки можно купить на эту тему. А здесь тоже можно самим из гипса сделать такие поделки. 5 франков стоит. Здесь можно выбрать любую тему и заливать гипсом такие красивые поделки. Деткам очень нравится. 5 франков стоит. А потом она высыхает, и можно забрать домой. Боже, какая красота! Смотрите, детки из камня что-то выбивают. И вот так вот строили раньше жилище. Значит, этот мушель... Мушель калькштейн, сказала нам. Значит, ракушняк, я так понимаю. Из металла поделки. Формочки из камня делали. И потом выливали разные такие вот гири, например, для весов. И, кстати, Биату очень нравятся вот эти римские времена, потому что они очень много использовали растений. И привезли сюда очень много растений. Так, эта очередь стоит за едой. Здесь павильончики, где можно тоже присесть, перекусить. Смотрите, какой красавец! Это не римские бюргеры. Это самый главный Unterschied. Легенар должен римские бюргер быть, а с днем не в легион. И аукцилиар, он хочет это быть. Потому что, после 25 лет, он получит римские бюргеракт. У меня уже есть универсия, что есть универсия, потому что, без этого, это римский бюргеракт довольно неправильный. Это была фанефлуха. Это единственный случай, А здесь они показывают, как они красили одежду натуральными красками. Вот так вот красили также пряжу, нитки разноцветные. Вообще римляне были очень умные и продвинутые. Тут можно тоже купить наряды римские, также украшения. Кстати, ткани очень такие интересные. И опять-таки есть палатки, где детки могут два дня провести, ночевать здесь с родителями и пожить в римской эпохе. Вручную что-то шьет. Смотрите, какая обувь интересная. А здесь стол обеденный. Причем это покрашенное вот сейчас на мастер-классе это все сохнет. Скажите, интересно? Прямо окунаешься в эту эпоху. И узнаешь очень много новых нюансов. Чем красили, какие цвета получали из разных растений. Видите, вот тут вот в желтым цветом красят нитки с разными специями, можно так сказать. Уже знаем, да, от лука такое. Это орех, андиза. Короче, вот так вот выглядят эти растения, которые окрашивают. Да, это ромиша, камиля. Ага, ромашка. Береза, кстати, посмотрите. Это прям фиолетовая. Алькана. Господи, это какие-то блохи. А это ракушки. Такие цвета. А, вау, супер. Смотрите, ракушки. Короче, вот эти жители, которые живут в ракушках, именно у них была такая железа, которая выделяет цвет. И она, ее вытаскивали из этой ракушки, и она только в моче, замачивая, под действием мочевой кислоты, выделялся этот пигмент для окраски. Представляете, как интересно? Это все здесь рассказывают эти люди. И вот вам, пожалуйста, пример покрашенной тряпочкой. Здесь можно окунать в разные краски. Детки сами делают такие поделки. И на своем опыте испытывают, какого цвета они хотят покрасить тряпочкой. Боже, конечно, для детей здесь раздолье. Стоит 10 франков заготовка. Его потом можно украшать и ремнями, и кожаными, и штуками разными. Ммм, смотрите, какая красота. Эта подошва делается в сандалях. Такие шипы, чтобы не скользило. Рассказывают деткам про археологические раскопки, из чего делали посуду римляне, как это все изготавливалось, какой формы она была. Это, конечно же, глина, как тесто раскатывает. Здесь тоже мастер-классы разные. Детки берут поделки. Они сделали, посмотрите, это всякие штемпели. И можно взять себе материал, и из него делать разные-разные приспособления. Вот губочка, водичка и инструменты для работы. Здесь вот такая вот еще мастер-класс, что можно будет заливать... из металла, а у вас это смешно... Синяя. Синяя. Олова, олова. Ой. Видите, кто-то в маске идет. Боже, а тут уже как кораблики дети делают. Боже, сколько же тут для детей красоты. Значит, здесь маски и делают мечи. И щиты, вот, защитные. И я снимаю сегодня этот сюжет, и параллельно идет, значит, мой сюжет на ютубе про воспитание детей, и читаю ваши комментарии некоторых. И у меня просто желание, да, даже отвечать на этот негатив и психические какие-то высказывания просто даже... Нет, не хочется, нет смысла, да, там... Столько ненависти и гадостей про европейских людей, и вот реальная жизнь, да, что делается для деток, сколько всего делается для деток. Так, это что, рыбку так чистят? Филе рыбки. Ммм, вас издать? Штуки коптят эту рыбу. Видите? И потом она такого вида. Потом ее чистят и с хлебушком подают. Как долго это дает, как это дает? Да, около 3-4 часа. А, короче, около часа. Нужно, чтобы она подкоптилась, эта рыба. Быстро, однако. И вот так потом филитируют, и вместе с хлебушком можно купить за 17 франков. Много богу, здесь принимают твинт. И мы решили, чтобы не ждать, взять и самим филитировать. Удивительно, здесь очень много предприятий из Австрии, Германии, которые до сих пор используют эти технологии. И вон, пожалуйста, стекло делают, бутылку в печи. Сразу техника безопасности на всякий случай. Всех попросили, не дай бог, не кидать окурки на пол, потому что возгорание, возможно, стоят, поэтому пожарные машины дежурят. Как мне нравится, все организовано очень классно. Так, что здесь у нас? Арбузики нарезаны, и тоже какой-то с детки. Детки, смотрите, играют. Посмотрите, сколько детей. Семей с детьми. Воскресенье. И тут палаточный городок впереди. А тут обувь. Ну, а здесь можно самому сделать себе заготовку на лапти. Вау! Объяснили историю, что, чтобы получить гражданство римское, нужно было отслужить в армии 25 лет. И тогда получал не только ты гражданство, но и твоя жена, и дети. И тогда ты становился гражданином римлянем, очень уважающим. И возраст при этом не ограничивался. Боже, видите, старинные еще остались раскопки. Здесь провели бои. Это Легион. Сейчас им нужно сдать шлемы и туники, и тут они получают сертификат. А здесь представлены разные щиты разных легионов. Каждый имеет свою историю и в каком столетии это все происходило. Здесь находилась римская парная. Именно римляне принесли эту культуру бане. Посмотрите, как все еще сохранилось. Ой, как тут прохладненько. Как классно. Интересно вам? Надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Тут такой колодец. Вау, какой глубокий. Сейчас идет набор в Легионеры. Малыши одевают шлемы, туники. Им выдают специальные щиты. И у них здесь будут бои. Это как бы школа легионеров. Эти учатся защищаться мечами. В каждом углу по четыре человека разбили. И прям как в армии кричат на них. Кто меня спрашивал, почему вокруг столько ужасных капризных детей и уставших швейцарских родителей? На этом фестивале тысячи детей и родителей. Ни одного капризного и уставшего родителя я не заметила. Наоборот, радует глаз, что в воскресенье все люди с семьями проводят время. И очень интересно его проводят. Как вы видите в моих многочисленных сюжетах про выходные. Дети, конечно, получают море удовольствия и каждый час набирают новые курсы, новых легионеров, расписанные до конца вечера под завязку. Вау, вот это нам повезло. Целое шествие и презентация легионеров из разных стран. Испания, Бельгия, Чехия, Швейцария. Все участники учат и понимают латынь, поэтому не составляет никакого труда выполнять совместные учения. И как с самого начала нам сказали, учитывая, что сейчас в мире очень много войн развязаны на данный момент, то сегодня не будут показывать бои легионеров, а будут показывать их тренировку. Как они перестраиваются, как они защищаются, то есть более такие защитные функции. Все костюмы, которые одеты на этих мужчинах, это их личное достояние. Они самостоятельно их себе покупают. Они меняются местами. Первая линия уходит на второй план. Короче, у каждого свое обмундирование, которое стоит по цене машины среднего класса. И весит 10-12 килограмм. Пожалуйста. Весит такое обмундирование 12 килограмм, шлем 2 килограмма. Плюс идет еще меч, щит, ну и, конечно же, обувь должна быть тоже специальной. Обязательно посмотрите, до конца будет показан подробный костюм легионеров. Обязательно посмотрите. Вот такое замечательное хобби у этих прекрасных мужчин, которые поддерживают себя еще в хорошей физической форме, все-таки выносить на себе в такую жару такое тяжелое обмундирование. Ну и сейчас нам рассказывают про структуру легиона, что несли перед военными, как и во что они были одеты. И обратите внимание, эти костюмы все в оригинальном виде, либо восстановлены по оригинальным исходам. Обязательно несли орла, на которого сейчас водрузили корону, обязательно несли кайзера, который вы сейчас видите, затем шли флаги и потом был музыкальный сопровождение из 600 человек. Все это делалось для того, что когда в больших боях очень шумно было вокруг, чтобы солдаты ориентировались, где их часть, где их сторона, и по звукам музыкантов они тоже воспринимали разные команды, когда было невозможно услышать команды их старшего. Как я вам уже сказала, идти воевать можно было в любом возрасте, и отвоевав 25 лет, человек получал гражданство римское. Это очень ценилось в те времена. Естественно, в боя в первую очередь кидалось пушечное мясо. Это люди, которые еще не имели гражданства и, естественно, были из низких слоев. Легионеры зарабатывали приличные деньги, и, естественно, это всегда была хорошая партия для выбора жениха. Но во время службы легионерам запрещено было жениться официально, во всяком случае. Сейчас вы увидите, как громко звучит эта труба. А представьте себе, 60 таких труб, и такой небольшой эксперимент сейчас проведут. Внимание, сейчас будет громко. Сделайте, пожалуйста, потише. Как видите, перекричать эту трубу не удалось, и это и помогало воинов во время действий, когда вокруг все кричат и орут, услышать правильные команды и найти выход из ситуации. Ну, а сейчас вы можете вблизи рассмотреть костюм легионера, потому что в голливудских фильмах нам всегда показывают, что это легионеры в красных одеждах. Кстати, красный цвет в те времена был очень дорогим, и позволяли его себе очень-очень немногие люди. Из оружия у легионера в правой руке специальное копье, которое протыкало щит и обратно уже не выходило, таким образом выбивая щит из рук противника и обескуражив его. Также имелся с правой стороны большой меч, которым вели бои, и на случай потери этого меча был еще с левой стороны красивый маленький ножик, который являлся больше как декорацией, и носили его даже в мирное время. Пояс не снимали никогда. Даже если воин был в отпуске, дома, выходил куда-то вечером прогуляться, снимал свои доспехи, пояс он все равно оставлял при себе. Это как признак причастности к военным, к легионерам. Все команды производятся на латынском языке, поэтому участники с разных стран Европы прекрасно понимают друг друга. Еще одна семья римская. А, украшение. Такая красота. Так, по-моему, испанцы. Так что, если вы видите мужчину с поясом, он легионер, а значит богатый, и есть у него деньжата, и это очень престижно, выйти за такого замуж, как нам сказали. Но во время прохождения службы нельзя было вступать в брак, поэтому и появилось понятие конкубината, где просто сожительствовали с легионерами, рожали детей, и сыновья потом шли по следам отца. Ну что, дорогие мои, я уверена, вам понравился этот сюжет. Спасибо, что были со мной, разделили со мной. Это чудесный праздник римского фестиваля. Спасибо за лайки, за комментарии. Ну а мы увидимся с вами уже завтра. В не менее интересном сюжете. Отличного всем дня и прекрасного настроения. Здесь уже отрабатывают выученные в школе легионеров. Уже научились там, и здесь в тенечке себе тренируются. Все, все, построились. Субтитры создавал DimaTorzok